Всех приветствую дорогие друзья, с вами Владислав, это канал ноутбук 31. Начинаем новый сезон ремонтов различной техники и как всегда постараюсь гаджеты чередовать, не зацикливаясь на своем коньке, ремонте ноутбуков. На этот раз это майнерская видеокарта от компании Asus. Дедушка на ней достаточно долго майнил у себя в сарае, но в один прекрасный момент ее переставили в стационарный компьютер, после чего видеокарта перестала определяться, то есть давать изображение на экран. Ее отдали в другой сервис, но там к сожалению сделать ничего не смогли. В процессе диагностики выявился очень интересный дефект, с которым я столкнулся впервые. Пошел искать проблему не совсем в нужном месте, но как говорится, все что не делается, то к лучшему. Поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте тот напиток, который вы предпочитаете и погнали, будет интересно. Не забудьте подписаться на канал, это очень важно. Друзья, за последние несколько лет нейросети так плотно проникли в нашу жизнь, что мы их даже не замечаем, а ведь сегодня их используют буквально везде. В смартфонах, Face ID, распознавание голоса и автоматическая ретушь. В беспилотных автомобилях и даже в творчестве. За последний год появилось множество программ, которые генерируют изображения по текстовому запросу. Наверняка вы сами уже пробовали что-то подобное. Разрабатывают и обучают нейросети дата-сайентисты. И сегодня это одна из самых востребованных профессий в IT. Средние зарплаты в районе 250-300 тысяч рублей, а за рубежом от 10 тысяч долларов. Потолка в зарплате нет и спрос на дата-сайентистов растет каждый год. Что важно, освоить такую профессию может любой из вас. Возраст, образование или опыт совершенно не важны. Благодаря SkillFactory вы сможете освоить профессию с нуля на курсе Data Scientist. На протяжении всего курса вас будет сопровождать персональный ментор. Он поддержит и ответит на все вопросы. Вы будете решать задачи реальных заказчиков. Поэтому на собеседование вы придете не только со знанием теории, но и с реальным опытом и готовым портфолио. А карьерный центр поможет правильно составить резюме и устроиться на работу по новому профилю еще во время обучения. Новый год это отличная возможность начать менять свою жизнь к лучшему. Поэтому смело оставляйте заявку по ссылке в описании или сканируйте QR-код. А лично от меня ловите 45% скидку по промокоду ноутбук. Всех приветствую дорогие друзья в этом году, в новом году, в 2023. И скажем так, продолжим сезон ремонтов. И у нас на ремонте конечно же видеокарта. Наверняка вы заметили, что я очень люблю разнообразить контент. Хоть у меня и в закормах лежит бомбический материал про один из следующих ремонтов ноутбука. Но я решил начать с графической карты. Так сказать, для разминки. Это Asus, хотя по охлаждению она не очень красивая. Но это у нас Dual GTX 1650 на 4 гигабайта. Начнем пожалуй с предыстории. Написал мне подписчик по имени Дедушка Сергей. Влад, привет. С видеокарты проблема следующая. От нее нет сигнала на монитор. Видюха стояла в майнинг ферме в сарае. Но в связи с нынешними событиями майнинг стал не актуален. И я решил ее вытащить и вставить в системник. Но сигнала от видеокарты нет. Знакомый ее разобрал, ничего не увидел, собрал обратно. Сможешь помочь? Я конечно же не отказался от такого интересного дела. Осматриваю ее активную систему охлаждения. Смотрите, из внешних таких характеристик. Это у нас супер загрязненная система охлаждения. Видно, что видеокарты конкретно пользовались. Прям пыль такая налипшая. Вот, и текстолит сам по себе такой грязненький. Карточка подзалита немного. Вот есть пятна. Пятнышки. И что сразу же бросилось в глаза, это сбитый SMD-кондер PMC10. При первом же визуальном осмотре я обнаружил сбитый элемент под позиционным его значением PMC10. Что означает PM, мне непонятно. А вот C10, это SMD-конденсатор. Само собой, фильтрующий. На данный момент мне непонятно, за что он отвечает. Думаю, позже разберемся. На него сейчас внимания особо не обращаем. Он у нас фильтрующий по 12 вольтам. И он никак влиять на видеокарту не может. Кроме фильтрации питания. Дроссель немного болтается вот этот. Да, дросселя интересной формы. Меня удивляют. Сразу же, также хочу сказать, что здесь пломба у нас вот в таком состоянии. То есть карточку, возможно, когда-то обслуживали. Что с этой видеокартой не так? Видеокарта у нас включается. Начинают крутиться вентиляторы. Но изображения нет. В принципе, для таких видеокарт это распространенная проблема. И первым делом, давайте убедимся в наличии дефекта. Перехожу в другую часть мастерской. И подключаю видеокарту к своему тестовому стенду. Эта графическая карта не особо мощная. А поэтому дополнительного питания здесь нет. Подсоединяю видеокарту и нажимаю на кнопку включения. Давайте посмотрим на посткоды. Так, тестовый стенд у нас запустился. И смотрим. Так, B2. Это значит, что видеокарта проинициализировалась. Посткод DE материнской платой пройден. А значит, инициализация видеокарты есть. Но теперь повис следующий посткод. И B2 не проходит. То есть это питание, это память. Ну или какие-то иные проблемы, какие-то очень редкие. Теперь, друзья, смотрите. Если у нас здесь посткод B2, а это инициализация, можно сказать, памяти. Если сейчас посткод будет висеть, это значит, что у нас на карте имеются проблемы по питанию. Если плата пробежит посткод B2, значит у нас проблемы по памяти. И это неинтересный ремонт. Но, к сожалению, посткод B2 железобетонно висит. И никуда не дергается. А это означает лишь одно. Проблемы с питанием или еще чем-то подобным. Дефект зафиксировали. И давайте приступим к разборке. Какие-то проблемы с видеокартой. Но это неудивительно. Итак, друзья, при визуальном осмотре я выявил сбитый конденсатор PMC-10, который, ну, в принципе, никак не влияет на питание памяти и на запуск видеокарты, в принципе. Болтающийся дроссель PML-1. Немножко. Корпус его немножко болтается. Ну и небольшие следы подтеков. Но это нормально на самом деле. Часто такое бывает и ничего в этом такого нет. Выкручу 4 крепежных винта по периметру при помощи электрической отвертки. Задарил меня подписчик в том году. Кстати, отверткой пользуюсь уже давно, каждый божий день. И вы знаете, мне она очень нравится. Кручу ей все. От мобильников до ноутбуков. В общем, рекомендую. Далее располовиниваю видеокарту на две части. Ух, нихрена себе. Да, пылища тут невыносимая. Вот это поворотище. Смотрите-ка. Ух, офигеть какая она пыльная. Тут просто миллиард пыли. Смотрите. Ёлки-маталки. Ёлки-палки, лес густой. Да, ну термопаста такое впечатление, что все-таки заводская. Такая серединка, главное. Смотрите, в серединке такой этот. Не прилегание термопасты. Чип в отличном состоянии. Память Hynix стоит. Видеопамять здесь установлена от производителя Hynix. H5GC8H24AJR. И это у нас не совсем надежная видеопамять DDR5. Банки по одному гигабайту каждая. Что там можно было на ней майнить, мне непонятно. Но факт есть факт. И так как эта карта все-таки майнила, то я склоняюсь больше к выходу из строя самой видеопамяти. Тем более у нас повис посткод B2. Над мусорным ведром очищаю видеокарту от мусора при помощи малярной кисточки. Далее слегка продуваю компрессором. Теперь ее можно внимательно осмотреть. Также необходимо осмотреть сам кристалл видеочипа. Вдруг он сколот или поврежден. Это мы тоже не можем исключать. А сквозь термопасту, вы уж меня извините, я не вижу. Вытираю старую засохшую термопасту при помощи своей старой футболки. Закупался в местном секонд-хенде. Кстати, кому нужен мой мерч, стучитесь в телеграм. Давайте теперь осмотрим видеокарту. Так, в общем, оттер я компаунд. Блин, оттер я окаменевшую термопасту. И у нас чипок вот этот. ТУ-117-300А1. Да, такой маленький чипчик. Теперь понятно, почему здесь нет дополнительного питания. Вот эта пыль, она прям въевшаяся в текстолит. То есть она даже не оттирается пальцем. Следующим делом осматривают GTX 1650 под своим аналогово-цифровым микроскопом. Кристалл видеочипа ТУ-117 в идеальном состоянии, что не может не радовать. Видеопамять, хоть и после майнинга, не угрета. Потемнений нет, следов пайки тоже. Все дата-коды одинаковые. Не очень похоже, что она вышла из строя. В остальном, кроме сбитого по МЦ-10, нет ничего. Ни повреждений, ни царапин. Хотя, я еще обратил внимание, немного болтается корпус дросселя. Но не сама обмотка. Это важно. Далее давайте подключим видеокарту к лабораторному источнику питания. И глянем, какой ток потребления. Выставляю на лабораторнике 12 вольт. Так, потребление с карты. Смотрите, 370 и набирается. Потребление около 400 мА. Растет в зависимости от нагрева. Да, кристалл ГПУ греется. Значит, питание скорее всего завелось. Потребление карты странное и немножко заниженное. Как будто бы один из сигналов не поднимается. Вооружившись мультиметром от Юни-Т у Т61Б+, замеряю напряжение на всех имбульсных стабилизаторов. Или же простым языком, все питание на дросселях. Так, 12 вольт есть. Далее. Питание контроллера PCI-Express. А нет. Это у нас 1,8. Сейчас, секунду. Так, питание тактового генератора. 1,8. Есть. Питание PEX-VDD. Питание контроллера PCI-Express. Есть. Питание памяти. Видеопамяти. А вот и суть дела. На одном из дросселей отсутствует важное питание. Питание видеопамяти. Именно по этой причине на тестовом стенде и повисло значение B2. И никуда дальше не дернулось. Вот у нас и суть дела. У нас нет питания видеопамяти. Так, питание GPU 0,8. Именно поэтому он у нас и нагревается. Да. То есть питание GPU есть на трех фазах. А питание видеопамяти нет. Далее смотрю, а пытается ли завестись питание в принципе. Здесь для замера будет достаточно обычного мультиметра. Хотя лучше бы я проверял осциллографом. Включаем. Смотрите, на какой-то момент у нас есть всплеск напряжения. Что означает, что у нас этот питальник пытается запуститься. Но что-то не так. Решил все-таки вооружиться и осциллографом. Но больших отличий нет. Всплеск имеется, но тут же падает в ноль. Что-то его срывает. Ну, одинаково примерно. Начинает заводиться питание и на этом все. Так, проблемный узел найден. Найден. Далее обязательным образом проверяю сопротивление питания контроллера памяти. Вдруг по ней занижение или что-то подобное. Это мы тоже не можем исключать. Сопротивление около 73 Ом. Что вполне для Хайникса нормально. Но сопротивление по ее питанию в пределах нормы. От 70 Ом до 80. То есть проблема не в нагрузке, а у нас в самом питальнике. За питание у нас отвечает шим-контроллер PMU1. Приставку PM убираем и проще сказать привычное U1. Давайте осмотрим контроллер под микроскопом. За формирование напряжения 1,5 В здесь отвечает контроллер UP1540. Который не имеет никаких повреждений корпуса и обвязка целая. И в чем же здесь проблема, мне пока не понятно. Будем разбираться. Итак, друзья, осмотрел я наш необходимый шим-контроллер под микроскопом. И ничего примечательного я не увидел. Ничего прогоревшего. Предохранители целые. Я их за кадром прозвонил. Питание видеопамяти у нас формируется, но на какие-то доли милливольт. Поэтому сейчас мы проверяем прежде всего питание этого контроллера. Не пропадает ли оно. И enable. То есть у нас пятая и седьмая ножка этой микросхемы. Загуглил в Яндексе дата-шит на эту микросхему. И на данный момент проверим два сигнала. Это пятая нога питания ВЦЦ и enable на седьмой ножке. Сначала проверяю питание. Пятая нога шим-контроллера. 12,3 В напряжение не прыгает. Не просаживается. То есть в норме. И теперь давайте посмотрим, как у нас поживает сигнал enable. То есть разрешающий сигнал на запуск этой микросхемы. 2,9 В напряжения более чем хватит для высокого уровня. Поэтому питание у нас запускается, но что-то идет не так и просадка в ноль. Также сейчас давайте проверим нагревается ли сам шим при работе. Так, все включил, но нагрева никакого нет, заметьте. То есть у нас если чип ГПУ сейчас нагревается уже 40 градусов, то шим-контроллер никак не реагирует. То есть то, что он сейчас неисправен, это ни на что не намекает. Ну кроме того, что отсутствует питание. В общем-то логика следующая. Входное питание есть, 12 В и оно стабильное. Разрешение на запуск enable тоже в наличии. Остальные сигналы присутствуют, замерил за кадром. Обвязка рядом с шим-контроллером не повреждена. А значит я делаю вывод, что UP1540 вышла из строя. И для полного понимания в нем ли дело или нет, такой шим-контроллер нужно подкинуть. И исключить его. Поковырявшись за кадром в моих донорских платах, я как раз нашел такой же. Именно оригинал. Прыгаем под микроскоп и меняем. То есть перепаиваем. При помощи термофена от компании КВИК демонтирую старую микросхему. Теплоемкость платы очень большая, а поэтому выставляю термофен на максимальный поток с температурой. Случайно зацепил рядом стоящий транзистор или диод. Поправляю. Далее припаиваю заведомо исправную микросхему с платы донора. Обязательно удаляю остатки отработанного флюса. Готово. Микросхема установлена. Оцените, пожалуйста, качество пайки. Так, ну что, первое включение после замены микросхемы. Шим-контроллер UP1540. Давайте теперь проверим, есть ли в этом какой-нибудь положительный результат. Или я снова потерплю фиаско. Первая фиаско в этом году. Оп. Как будто ничего не изменилось. После запуска лабораторника никаких изменений, к сожалению, нет. Токи потребления все те же самые. Печалька. Как будто бы ничего не изменилось. Да, смотрите, все то же самое. Тот же самый всплеск напряжения и просадка. Нету питания оперативки. Да. Хотя есть питание 0,8 вольта. 0,8 и 1,8 и 0,9 питание PEX. Да. Печалька. Чип греется, но питание памяти не поднимается. Увы и ах. Все необходимые сигналы формируются, а выходного напряжения так и нет корректного. Я в ступоре. Так, друзья, в общем, поизучал я вот этот участок схемы. Сложил, так сказать, 2 плюс 2. И оказалось, что вот этот кондер, который сбили, хоть он и звонится одним концом на массу, никакой не сигнальный кондер. То есть это именно фильтрующий конденсатор. Так, фильтрующий конденсатор. С одной стороны на землю, другой просто питание. Да, сопротивление здесь бесконечно. 10 мегаом. И этот фильтрующий конденсатор здесь нужен. Он здесь нужен. Далее для меня встал резонный вопрос. Что может влиять на запуск сшимки? И обратил внимание на сбитый SMD конденсатор, который мы обнаружили в самом начале видео. На него сейчас внимания особо не обращаем. Он у нас фильтрующий по 12 вольтам. И он никак влиять на видеокарту не может. Кроме фильтрации питания. Получается вот здесь. Да. Все, этот конденсатор у нас идет напрямую на пятую ножку. А это питание ПМУ1. Остался единственный вариант, экспериментальный. Это запаять отсутствующий SMD конденсатор, который сбили изначально. Он же после прозвонки оказался фильтрующим кондером входное питание на эту микросхему. Для меня это было, мягко сказать, неожиданностью. И давайте теперь проверим результат. Перед включением. Честно, я никак не верю, что проблема именно в кондере, просто в фильтрующем. Но уже просто у меня вариантов других нет. Так, давайте щуп сюда. Включаю. Включаю. И да, смотрите, полтора вольта. Пипец. Это пипец. Все запустилось. Охренеть. Просто охренеть. Честно говоря, вот это тот самый случай. Век живи, век учись. После установки злополучного SMD конденсатора, включаю плату снова. И проверяем результат. Полтора вольта успешно сформировались. И тут я первый раз вам скажу. Мы двигались в неверном направлении. Но так как я заранее не знаю, в чем проблема, я не провидец и не ванга, то имеем то, что есть. Как влияет фильтрующий кондер на запуск шимки, давайте подискутируем в комментариях. Пишите ваше предположение в комментах. Меня же в этом случае сбило с пути то, что карта после майнинга предполагал, что сбитый кондер лишь совпадение, а шимка сдохла от нагрузки или от перегрева. Теперь при подключении к тестовому стенду изображение у нас есть. Замечательно. Главное, что проблема решена. Остались мелочи. Это почистить систему охлаждения от налипшей грязи, которую полностью отмыть мне так и не удалось. Намазываю новенькую термопасту MX4 и аккуратными ровными движениями по кристаллу размазываю. Собираю видеокарту обратно в корпус и начинаем тестирование. И как вы понимаете, судя по хронометражу, никаких дополнительных проблем с ней я не обнаружил. Все тесты пройдены на ура. Хоть это был и простой дефект, но для меня это первый опыт обнаружения именно фильтрующего конденсатора, без которого запуск импульсной системы питания невозможен. По итогу я сделал эту видеокарту клиенту за очень символическую цену, которую называть даже смешно, и поблагодарил его прежде всего за такой ценный опыт. Ведь кто-то после просмотра этого видео достанет с полки свои гаджеты с подобным дефектом и попробует починить. И починит. Ну и на этом, к сожалению, это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно и полезно. Еще увидимся, но уже в следующем видео. Пока. Итак, друзья, здесь кое-что хочется пояснить. Некоторые из вас скажут, что еще на второй минуте они видели причину неисправности. И как вы помните, я тоже ее заметил изначально, но не придал этому значения. Почему? Во-первых, ну честно скажу, что на моей практике очень редко было, чтобы из-за сбитого конденсатора, фильтрующего, у нас не запускался импульсный стабилизатор. Вот. Причем он находится на входе, на входном питании. Вот. Это раз. Второе. Я думал, что это чисто совпадение. То есть сбили, например, конденсатор, может что-то повредили, коротнули, и вот из-за этого у нас перестал работать UP1540P. Я этому не придал изначально значения, просто потому, что я до этого с этим не сталкивался. Надеюсь, что многим этот опыт пригодится, что теперь они будут внимательнее, даже к SMD-конденсаторам, хотя они фильтрующие. Может быть, достанут из полок такие карты, у которых вроде бы все работает, а нету не работает, и заменят, ну, например, вот такой конденсатор, как здесь, PMC10. Вот. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»